здравствуйте рыбаки и рыбачки сегодня мы с вами будем делать блесну под названием жучок помните я вам показывал из электронной сигареты что мы сделали значит этот штук яйца и без мотылку а вот это вот тоже часть электронной сигареты ну вот я думал что с ней делать выкинуть уже хотел а потом думаю нет не пойдет будем делать с нее блесну я вот это подкрасил чуть-чуть лаком здесь тоже она коричневого цвета было чтобы так это лучше заиграла и что мы делаем мы берем нашу проволоку столистую нержавеющую и вот сюда вставляем сейчас сделаю покажу в этой конструкции имеется отверстие куда вставляется вот это вот нитка и хорошо проходит проволока дальше мы берем вот такой вот крючок японский камазу чертый номер вот они эти крючочки очень острые подкованные классные и вставляем сюда крючочки 1 том 2 то же самое так у нас получается вот два крючка здесь видите дальше мы берем сюда карабинчик ставим небольшой одеваем сюда пропускаем потом будем крепить потом берем здесь закручиваем и покажу дальше что делаем приблизительно вот такое мы выбрали направление можно и больше было закрутить но по-моему не надо так вот прокручиваем потом это лишнее откусываем ну это понятно но теперь что делать она здесь вот она вращается у нас ну она довольно таки легкая получается значит надо что-то делать с этой конструкции что делать мы будем мы берем вот такая вот есть под конфет оберточка фольга берем палочку я показывал вам под мороженого потом берем вот это все дело скручиваем и делаем вот такую вот формочку формочку видите ну делаем так чтобы тут было чуть пошире дело техники ничего сложного нет потом вот сюда надеваем плотненько так вставляем и заливаем свинцом сейчас это все покажу вот мы берем песочек наш здесь делаем ямочку вставляем сюда видите вот вставляем но для того чтобы свинец когда будем заливать не спалил нашу ниточку мы ее прикрываем песочком вот так вот прикрываем затем вставляем вот эту нашу трубочку сюда выравниваем и расплавляем свинец и заливаем сюда и вот мы расплавили свинец и заливаем сюда подождем пока она остынет и потом вытащим я вам показываю все ну вот вроде бы остыла вытаскиваем что у нас тут получилось я сам еще не знаю вот посмотрим вот такая у нас получилось пулечка как говорится видите эти все целые это мы сейчас отрежем ножничками здесь уберем вот это все и дальше покажу что нам делать вот мы взяли ножнички и аккуратненько тут отрезаем елки-палки отрезал часть не так ну черт с ним с ним вот так вот у нас получилось видите поторопился ничего на было не под камеру делать видите вот сколько у нас обрезалась жаль конечно но ничего если что мы туда вставим еще нитку теперь вот это тут мы обрезали проволоку сейчас мы ее согнем сюда но опять под камеру не будет ребята что означает подпишись людей нас смешишь видите я обрезал и получилось недоработка но сейчас мы это дело поправим быстренько мозги работает пока ну что же у нас происходит видите можно поставить вот такую капроновую нитку белую но это можно потом подкрасить можно использовать красную можно использовать коричневую но мне почему-то интересно будет поставить коричневую привязать и посмотреть как будет на нее у нас работать вот смотрите что я сделал я взял вот здесь вот обрезал и на один узел затянул а сейчас возьму клеем подмажу чтобы она держалась крепко и мертво теперь ребята смотрим внимательно так как мы делаем это все без пайки у нас здесь видите проволока закручена мы паять не будем мы сейчас это дело просто расплавленным свинцом коснемся и она тут схватиться будет мертво чтобы было это надежно мы берем здесь и чуть-чуть зачищаем чтобы была лучшая схватка поняли еще нужно обработать кислотой паяльной чтобы она тут хорошо держалась тогда схватит точно и вот сюда проволочку вставляем она запаивается видите вот она запаялась у нас тут ее просто оккультурим и все у нас получится значит так ребята демократы рассказываю вам когда я вот это все установил стал ровнять проволоку у меня вот эта штука посунулась чего я конечно никак не ожидал и тут оказалось видите такая прорезь хорошо что это случилось когда я надел а так бы был бы полный криндец итак ребята получается что ну как всем известно из любой ситуации из два выхода или ничего не делать или что-то делать вот у нас это все подготовлено это все есть берем надфилечек и вот здесь вот прочищаем потому что там нитки оставались все прочее для чего и защищаем вот эту сторону чтобы тут была лучшая спайка и вот смотрите здесь мы прочистили при помощи надфиля она стала более грубая и будет хорошо держать фенец теперь мы берем газету берем ножницы и вырезаем себе такую можно сказать штуковинку которой будем обматывать нашу снасть но чтобы она хорошо держалась и быстрее свинец застывал мы ее смачиваем водичкой сворачиваем так и делаем дальше смотрите у нас получается вот такая конструкция которую мы защищаем от разлива свинца и и от того чтобы она не загрязнилась потом вставляем вот сюда и вот у нас получилась такая конструкция для заливки теперь берем сюда заливаемся нет он где-то уходит вот все получилось сейчас посмотрим что у нас вышло и так ребята показываю вот у нас это снасть уже готова теперь мы сюда цепляем или искусственного мотыля или красную нитку ну или что-нибудь другое чтобы привлекало можно бусинку сюда кстати и вот сейчас я вам покажу как это все дело у нас работает в нашей воде вот сейчас поворачиваю и смотрим вот опускаю и вот смотрите как у нас работает это наша система вот у нас ходят видите яйца ходят сейчас наверно против вот так сделаю лучше будет вот видите вот она бьет муть подымает и сами вот эти крючки ходят окунь должен брать бесподобно на это дело я завтра пойду на рыбалку попробую вам это все дело показать результат но будет работать прекрасно ну опыт есть какой-то видите как они работают а когда она ударяется по дну подымает муть и потом подымается вот крючки видите не было бы худа как вы это несчастье помогло да все вам бог здоровья успехов рыбалки ребята хоть подписывайтесь спасибо за просмотр до встречи в эфире